В соответствии с указом президента Владимира Путина, 2019 год в Российской Федерации объявлен годом театра. Один из самых востребованных и любимых видов театрального искусства во всем мире – театр кукол, который пользуется заслуженным спросом у зрителей всех возрастов. Свой театр кукол есть и в Институте дефектологического образования и реабилитации Герценовского университета. В 90-е годы на кафедре сурдопедагогики произошло переосмысление театра кукол. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры Любовь Витальевна Кораблева, открыла познавательную ценность спектакля театра кукол для детей с нарушением слуха. Она решила начать использовать его как средство для включения глухих и слабослышащих детей в творческую деятельность. И обнаружила, что это отличное средство для развития речи и социально-культурной адаптации ребенка с нарушением слуха. В прошлом году Любовь Витальевна отметила 35-летие педагогической деятельности в Герценовском университете. А в этом году она отпразднует свой юбилейный день рождения. Любовь Витальевна рассказала нам об этапах изготовления куклы, работе над спектаклем, подготовке детей с нарушением слуха к восприятию представления, а также о том, почему спектакли театра кукол полезны не только для развития детей, но и для студентов Герценовского университета. Наш театр кукол начался с прекрасной книги нашего известного артиста, который создал свой театр кукол Сергея Образцова. «Всю жизнь я играю в куклы». Ну вот, собственно говоря, эта книга заинтересовала меня, и я подумала, почему бы мне со студентами не сделать это на занятиях. Тем более в программу нашего курса входит работа с различными видами деятельности. Это дисциплина, методика преподавания ручного труда. А при изготовлении куклы студенты могли бы проявить себя в различных видах деятельности. То есть нарисовать куклу, вылепить голову, сшить костюм, и потом все эти части соединить и получить сказочного персонажа. Поэтому, конечно, всё начинается с эскиза. На эскизе продумывается, какая будет мордочка у персонажа, какие будут на него надеты одежды. Поскольку кукла перчаточная, то как раз одежда и представляет собой перчатку. Когда студенты затем будут создавать костюмы, то они будут создавать их как раз для своей руки. Вот это уже чертёж для костюма. Ну а после того, как создали эскиз, вот здесь разные эскизы, эскизы есть, медведи, дальше сказки «Три поросёнка», волк к этой сказке. Продумываются основные черты характера героя, после этого воплощаются в пластилине. Значит, лепится вот такая голова из пластилина. Затем наносится несколько слоёв газетной бумаги. Газетную бумагу рвут небольшие кусочки и, собственно говоря, обклеивают полностью голову 8-10 слоёв. И это, конечно, самая тяжёлая работа для студентов, потому что она немножко монотонная, и потом они все жалуются, что тяжело это было. То есть вот тот момент, когда голова оклеивается слоями бумаги, да, а здесь она уже грунтуется специальной грунтовкой, специальной краской. И после этого уже в соответствии с эскизом студенты расписывают. Но надо сказать, что, конечно, не всегда замысел бывает точно выполнен. Ну, может что-нибудь измениться. Может измениться одежда персонажа, потому что не нашлись те материалы, которые были сначала задуманы. Поэтому небольшие, небольшие изменения происходят. Значит, после этого приступают к изготовлению костюмчика. Я вам показала чертёж, как он выглядит. Каждый шьёт костюм на свою руку. И этот костюм в виде такой трёхполы перчатки. Поэтому, собственно говоря, этот кукольный театр называется перчаточным кукольным театром. Ну, и в результате, когда всё уже сделано, сделана голова, сделан костюм, то все эти части соединяются и получаются вот такие игрушки. Значит, саму игрушку рука вставляется следующим образом. Но, возможно, варианты. Вот здесь на рисунке представлены, когда одеваются на три пальца. Возможно, другой вариант, когда два пальца могут быть в голове куклы. И от этого зависит её, собственно говоря, положение. Ну, вот самые... После этого, когда сделали, то уточняется сценарий. Они специально адаптируются для детей с нарушением слуха. И, собственно говоря, студенты приступают к репетициям. Сначала они обладевают простыми движениями. Ну, учат куклу, допустим, опускать голову, помахивать лапами, аплодировать. Ну, и, возможно, брать в руки какие-то вещи. Ну, потом эти упражнения становятся более сложными. Они учат своих персонажей ходить, подпрыгивать, веселиться. И после того, как спектакль уже отрепетирован, да, мы выезжаем в школу и там осуществляем постановку спектакля. Для детей с нарушением слуха участие и просмотр таких спектаклей как бы воздействует на них сразу с разных сторон. С одной стороны, на досуге они как бы, да, приходят в театр, учатся поведению в театре, как над себя вести, знакомиться с тем, что в театре программки зрители получают, да, для того, чтобы узнать, где и какие артисты играют, какой спектакль, сколько действий имеет. Ну, вот есть такие, вот, «Любчевая ворона» спектакль, который мы со студентами ставили на форуме «Моя инициатива в образовании», да, или вот «Козленок», который умел считать до десяти. И что еще важно, кроме того, что здесь есть студенты, которые играют, да, их фамилии и имена, еще желательно, чтобы было краткое содержание сказки, которую дети будут видеть. И это важно потому, что для детей с нарушенным слухом надо представлять себе содержание сказки, тогда им будет интересно узнавать этих героев на сцене. И это вот одна из особенностей подготовки детей с нарушением слуха к восприятию спектакля, то есть специально даже проводится работа по ознакомлению с этим текстом, есть специальные методики. Ну и чтобы полностью имитировать поход детей в театр, раздаются, выдаются билеты. У нас есть административная часть нашего театра, которая занимается изготовлением билета. Вообще наш театр, так сказать, имитирует настоящий театр кукол. Вот таким образом студенты сами делают спектакли, сами являются актерами. И хотя вот в самом начале, когда я им предлагаю сделать такую куклу, они все говорят, нет, нет, мы не сможем, у нас это не получится. Но зато какой радостью светятся их лица, когда наконец-то получается. И очень ответственный момент, когда приходится разрезать голову куклы напополам, чтобы вынуть из нее пластилин. И вот тут они так переживают за своих кукол, как эта операция совершится. Ну вот, и, конечно, своих кукол им хочется всегда забрать с собой. И вот есть такие редкие студенты, которые оставляют их в институте. Вот, ну и дальше уже работа идет с детьми. Когда показали спектакль, то предлагается детям самим тоже подготовить либо спектакль с готовыми куклами, которые студенты принесли. И тут может быть момент такой импровизации. То есть дети сами на ходу придумывают сказки, озвучивают их. Им это очень нравится, потому что как только персонаж сказочный надевается, перчатка надевается ребенку на руку, да, то у него появляется очень сильная мотивация к разговору, к говорению устной речью. Как бы он говорит не от себя, а от своего персонажа. И это является очень сильным мотивом, что представляет для нас педагогическую ценность. Ну и также студенты могут с детьми и сделать эти куклы. То есть они уже этими умениями, они у них уже сформировались, они это умеют делать. Ну и вот кто-то потом продолжает это делать в своей педагогической деятельности. Особенно как бы 33-я школа с детьми слабослышащими это делает. Ну в первой школе, да, там остались наши студенты, которые, собственно говоря, владеют этими методиками. Вот они продолжают, так сказать, это дело, и детям это очень нравится. Как студенты привыкают учиться работать в команде, так и дети. В 2012 году творческая группа студентов отделения сурдопедагогики под руководством Любови Витальевны с созданными ими куклами участвовала в форуме «Моя инициатива в образовании». Представленный спектакль «Ярмарка», объединивший в себе два спектакля «Влюбчивая ворона» и «Золотой ключик», вызвал большой интерес у участников форума. За организацию работы творческой площадки «Студенческий театр кукол» Любовь Витальевна Кораблева и студенты получили благодарность от организаторов форума. Проект «Студенческий перчаточный театр кукол детям с нарушением слуха» под руководством Любови Кораблевой в 2013 году стал победителем городского конкурса «Эффективное добровольчество», организованного Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в номинации «Помощь детям». В 2014 году проект был отмечен и театральной премией. Дипломом Российской национальной премии 11-го Всероссийского фестиваля театрального творчества для детей «Орликин», в рамках которого Любовь Витальевна стала участником конференции «Театр равных возможностей», посвященной проблемам доступности городской театральной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса и значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов Любовь Витальевна Кораблева награждена почетной грамотой Российского государственного педагогического университета имени Александра Ивановича Герцена, почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, медалью Герциновского университета имени императрицы Марии Федоровны и другими почетными грамотами и благодарственными письмами учреждения образования и культуры. Желаем Любови Витальевне и ее проекту «Студенческий перчаточный театр кукол детям с нарушением слуха» дальнейших успехов!